Здравствуйте дорогие зрители, с вами снова Алексей Одесичкарини и мы продолжаем обсуждать бюджетный китайский автомобильный видеорегистратор. Хочу поподробнее остановиться на некоторых настройках. Режим парковки имеет несколько вариантов чувствительности 2G, 4G и 8G. Испытания показали, что этот режим либо вообще надо выключить, либо поставить его на максимальную чувствительность. Потому как при хлопании дверцы, во время парковки он включается непроизвольно. И такие вот толчки записываются со знаком ключик, то есть они не стираются. Они будут занимать место на карте памяти, они не будут стираться. И в результате у вас при циклической записи останется очень мало места на карте. При работе регистратора режим парковки включается красной кнопочкой P. Она такая самая заметная. И на дисплее высвечивается буковкой P. Соответственно буковка есть, режим включен. Нет, режим выключен. Следующая функция называется вспышка. Это неверное название, никакая это не вспышка. Это инфракрасная подсветка. Вернее, это вот тот вот, один маленький инфракрасный светодиод. Отображается режим подсветки значком лампочка в левом нижнем углу дисплея. Включается подсветка кратковременным нажатием кнопки питания. Эффективность инфракрасной подсветки довольно низкая. В основном вы будете видеть вот такую картинку ночью. Ну, в лучшем случае вот такую. Но на расстоянии до 50 сантиметров светодиод все-таки освещает довольно неплохо. Следующая важная функция это датчик удара. Здесь будьте внимательны, потому что по нашим дорогам этот датчик удара срабатывает практически постоянно. И он забивает карту памяти защищенными записями. И в результате опять же у нас карта теряет свою емкость защищенными записями из-за ложного срабатывания датчика удара. Поэтому я считаю, что датчик удара надо либо максимально загрубить, либо вообще отключить. Ну, решение принимайте сами. Может, в вашем случае будет как-то по-другому. Следующая функция так называемая LDVS. Это очень сложная функция со множеством настроек. Но, как ни странно, даже по нашим дорогам она умудряется как-то работать. LDVS это Lane Departure Warning System. То есть, когда автомобиль съезжает с установленной линии со своей полосы, срабатывает звуковой сигнал. Вот у меня даже есть образец такого срабатывания. Смотрите дальше. Здесь он кажется громким, но в автомобиле, если шум, то его практически не слышно. Микрофон включается и отключается нажатием вот этой кнопочки с треугольничком. Это видно на дисплее вверху. Сейчас я попрошу особенного внимания, потому что я скажу, на мой взгляд, очень важную информацию. Для того, чтобы считывать файлы с видеорегистратора на компьютер, используйте только картридер. То есть, доставайте карточку, вставляйте ее в картридер и считывайте оттуда файлы, переносите на другой носитель, просматривайте, работайте с ними. Не используйте вот этот вот коротенький шнурочек. Вы потратите много сил и нервов. Это уже проверено. Послушайте меня. Регистратор можно пристегивать к компьютеру только для того, чтобы он работал в режиме веб-камеры. Ну, или для того, чтобы он брал питание 5 вольт с USB порта. Вот и все. С вами был Алексио Десичкарини. Пусть время, потраченное на подготовку этого обзора, сэкономит вам в 100 раз больше времени. Будьте здоровы и счастливы. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!